Здравствуйте! В эфире Международные новости в студии Инесса Буланкова. Сегодня подводим итоги уходящей недели. Перейдем к главным событиям этих семи дней. Исторический закон против ненависти. В Венесуэле будут лишать свободы сроком на 20 лет за преступления на почве ненависти. Германия стала первой европейской страной, в которой официально признали третий пол. Нейробиологи доказали, что продукция Apple стала новой религией. В Венесуэле одобрили закон, предусматривающий 20 лет тюрьмы за ненависть. Национальное учредительное собрание Венесуэлы, созданное по инициативе президента Николаса Мадуро, в среду единогласно одобрило проект «Закон против ненависти за мирное сосуществование и толерантность». Данный закон предполагает введение наказания в виде тюремного заключения на срок от 10 до 20 лет за подобные преступления. Это касается продвижения фашистских идей национальной, расовой, этнической, религиозной, политической, и социальной, идеологической и иных типов ненависти, в том числе основанной на сексуальной ориентации, отмечается в документе. Положение закона предполагает отзыв регистрации у тех политических партий, которые будут уличены в подобных нарушениях. Также партия обязана включить в свои уставы положение об исключении тех членов, которые будут нарушать этот закон. В силу новый нормативный акт вступит после его публикации в официальном печатном издании страны. Германия стала первой европейской страной, где у интерсексуалов появилась дополнительная возможность самоидентификации помимо мужского и женского полов. В стране официально признали существование третьего пола. В книгах записи немецких ЗАГСов появится пункт «смешанный» или «иной». Нововведение было утверждено Верховным судом Германии. Об этом пишет Life.ru. «Гендерная идентичность человека, который не считает себя ни мужчиной, ни женщиной, защищена», говорится в решении суда. Поводом стало обращение в суд девушки. Однако тестирование ее хромосом показало, что биологически ее невозможно отнести ни к одному из полов. По данным ООН, такое явление встречается менее чем у 2% населения Земли. На официальном уровне интерсексуалы признаны как отдельная гендерная категория в Австралии, Индии, Новой Зеландии, Непале и США, где в прошлом году выдали первое свидетельство о рождении с отметкой об интерсексуальности. Немецкие активисты, выступающие за права интерсексуалов, назвали это решение «маленькой революцией». Напомню, с 1 октября в Германии легализовали однополые браки. Нейробиологи доказали, что продукция Apple стала новой религией, сообщает World Religion News. Специалисты заявляют, что мысли о продукции компании Apple задействуют те же области мозга, которые реагируют на религиозные образы. В документальном фильме BBC ученые просканировали мозг поклонника Apple, заявившего, что он думает о любимых гаджетах 24 часа в сутки. Исследование показало, что крупный технический бренд воздействует на районы мозга, которые предназначены для обработки религиозной информации, заключили специалисты. Антропологи, в свою очередь, заявили, что устройство магазинов Apple имеет много общего с церквями. Строгость, почти ангельское освещение и даже сакральный логотип. В роли божества в новой вере выступает Стив Джобс, речами вдохновлявший последователей присоединиться к числу почитателей Apple. А полчища верующих еще ночью выстраиваются в очередь, чтобы поклониться святыне какой-нибудь новой продукции компании. 12 сентября, в частности, состоялась презентация смартфона нового поколения iPhone X. Старт продаж iPhone X вызвал небывалый ажиотаж в Москве. К открытию магазина Рестора на Тверской собрались около 500 человек. Причем очередь начала образовываться за несколько дней до официального старта продаж. В Ватикане исчезнут сигареты. Папа Римский Франциск запретил продажу табачных изделий на территории Ватикана. Причины просты. Святой престол не может поддерживать занятие, которое явным образом наносит вред здоровью людей. Об этом сообщает РИА Новости. Согласно Всемирной организации здравоохранения, курение каждый год становится причиной гибели свыше 7 миллионов людей по всему миру. Говорится в заявлении главы службы печати Ватикана Грега Берка. Несмотря на то, что сигареты, которые продаются сотрудникам и пенсионерам по сниженной цене, являются источником дохода Святого Престола, ни одна выгода не становится законной, если ставят под угрозу жизни людей, подчеркнул Берг. До сих пор сигареты Ватикана продавались местным служащим и пенсионерам по более низким ценам, чем в Италии. Таким образом, после запрета продажи табака, папская казна сэкономит на субсидиях. Единственный дым, который готовы терпеть в папском дворце, это дым из трубы Сикстинской капеллы во время выборов нового папы. Сенсационная находка этой недели. Группа ученых обнаружила в пирамиде Хеопса ранее неизвестную потайную комнату. Помещение длиной в 30 метров расположено прямо над засыпальницей фараона. Открытие стало возможным благодаря особой радиографии, которая позволяет визуализировать пространство сквозь стены, не проникая внутрь. Об этом сообщает Первый канал. Специалисты пока не могут точно определить назначение комнаты. Тем не менее, это крупнейший прорыв в изучении пирамиды с 19 века. Тогда археологи обнаружили галерею, две усыпальницы и несколько коридоров. Мумии фараона и его супруги найти, впрочем, так и не удалось. Может быть, повезет сейчас. В исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Nature, принимала участие группа археологов и ученых из Египта, Франции, Канады и Японии. Чтобы обнаружить находку, понадобилось около двух лет. Ценное пополнение в русский музей передали 13 контрабандных икон. Они были изъяты у контрабандистов сотрудниками органов безопасности. Все они написаны в 18-19 веках и относятся как к искусству ортодоксальной православной церкви, так и к старообрядческому письму, передает МИР24. Образа написаны в разных иконописных центрах России. По словам специалистов, они в удовлетворительном состоянии, но некоторые требуют реставрации. После консервации их отправят в фонды музея. Ценности обнаружили сотрудники госбезопасности во время расследования двух уголовных дел. Это уже вторая передача икон в русский музей. Предыдущая состоялась в 2015 году. Еще больше культурных событий в кратком обзоре моей коллеги Анны Федоровой прямо сейчас. Здравствуйте к новостям культуры. Редкую карту Австралии представили в Канберре. Старинный документ составил в 1663 году картограф голландской остинской компании Ян Блау. Как сообщает портал НТД, это произошло почти за 140 лет до того, как на континенте высадился английский мореплаватель Джеймс Кук. Первым высадился на побережье Австралии в 1606 году голландец Вильям Янсен. Открытый континент он назвал Новой Голландией и объявил владением Нидерландов. Однако голландцы не осваивали эти земли. Спустя 36 лет другой голландский мореплаватель Абель Тасман открыл Новую Зеландию и остров, который теперь называется Тасмания. Благодаря голландским путешественникам к середине 17 века на картах появились вполне отчетливые очертания Австралии. Когда карту выкупили, она уже была в плачевном состоянии. Однако австралийские специалисты отреставрировали бесценный артефакт. Коллекция Гинсбургов – одно из крупнейших собраний рукописей и печатных книг на древнееврейском, арамейском, арабском и европейских языках будет оцифрована и выложена в интернете, передает Евроньюз. Соглашение об этом подписали 7 ноября Российская государственная библиотека и Национальная библиотека Израиля. Оцифровка займет несколько лет. Некоторым рукописям понадобятся реставрационные работы. Коллекция была собрана в 19 веке меценатом Иосифом и Евзолем Гинсбургом и его внуком, востоковедом Давидом Гинсбургом. И насчитывает почти 9 тысяч книг и более чем 2 тысяч рукописей. В ноябре 1918 года коллекция Гинсбургов была объявлена достоянием республики и передана в Румянцевский музей, ставший позднее Российской государственной библиотекой. Международный фестиваль «Новый европейский театр» стартовал в Москве в 19-й раз. Как сообщает Трия Новости, в рамках театрального форума свои спектакли, перформансы, видеоинсталляции представят режиссеры, художники, драматурги, театроведы из России, Швейцарии, Португалии и Греции. Впервые за свою историю ов-программа фестиваля состоится и в Санкт-Петербурге и будет посвящена феномену так называемого горизонтального театра. Столетия Октябрьской революции в Новосибирском театре «Кукол» отметили спектакли «Мальчишки-бальчиш» в рамках проекта «Эпоха глазами детей». Спектакль был представлен Новокузнецким театром «Кукол сказ». Все подробности в сюжете наших коллег. В репертуаре не каждого театра есть спектакли патриотической тематики. Отвага и героизм всегда вызывают у детей сильные чувства. Зрители проживают непростой путь ребенка, который жил-нетужил, занимался своими детскими делами, озорничал с друзьями, помогал старшим. Но вероломное вторжение буржуинов изменило судьбу маленького человека, который в тяжелые для страны времена проявляет лучшие качества, а ради товарищей, ради победы не жалеет собственной жизни. «И не будет вам покоя ни в светлый день, ни в темную ночь. Что же это та страна? Что же это такая понятная страна, где даже такие малыши тают твою мою тайну и ни под каким предлогом ее не расстроят?» После спектакля в фойе были организованы места, где каждый мог выразить свои впечатления и эмоции не просто словами, а используя разные возможности и свой талант. Можно было рисовать сколько угодно рисунков, создавать коллажи в технике аппликации. И радостно было смотреть, как родителей и детей объединяет совместное творчество. «Ничто так не дает заряд эмоциональный, нежели это театр, особенно театр кукол. Вот только через сцену, через действие, через кукол вот этим и театр сильнее всех гаджетов, всех компьютеров и т.д. Это живое, это настоящее». Проект был оценен и властями Новосибирска, которые высказали пожелания дальнейшего сотрудничества двух театров. Александр Гуров специально для ТБН. Спасибо, Анна. К другим новостям. Французский президент Эммануэль Макрон написал для 13-летней девочки из Великобритании стихотворение «Ко дню рождения». Об этом сообщает агентство «Телеграф». Текст послания опубликовало в своем твиттере французское посольство Великобритании. Стихотворение написано на английском и французском языках. Макрон сочинил его в качестве ответа английской девочке по имени Софи, которая в апреле этого года побывала с семьей в Париже, после чего отправила стихотворение об Эйфелевой башне в Елисейский дворец. Письмо получил экс-президент Франции Франсуа Алланд. Натали Портман стала вдохновением еврейской молодежи. Актрисе вручили престижную премию «Генезис». Она была учреждена в 2013 году. Ее финансовая часть составляет миллион долларов. Премия ежегодно присуждается людям, которые являются вдохновением для молодого поколения евреев благодаря своим выдающимся профессиональным достижениям, приверженности еврейским ценностям и еврейскому народу. Харизматичное присутствие Натали на экране тронуло сердца миллионов. Ее талант, ее преданность обществу и ее глубокая связь с еврейскими и израильскими корнями вызывают огромное восхищение. Она воплощает саму суть еврейского характера и ценности еврейского народа. Об этом заявил один из соучредителей премии Стэн Половец. Актриса, в свою очередь, добавила, что очень гордится своими корнями и наследием. Как заявила Портман, она воспользуется этим, чтобы изменить к лучшему жизни женщин в Израиле и за его пределами. По традиции, премия в один миллион долларов будет потрачена на благотворительность от имени лауреата. Торжественная церемония обручения пройдет в Иерусалиме в июне 2018 года. Самую большую мозаику в мире хотят выложить у церкви в Италии. Сейчас в маленькой итальянской деревушке Индикаторе идет грандиозная работа. Рядом с церковью выкладывают мозаику из керамических плиток. Автор проекта надеется, что ее творение станет рекордным. Все началось 9 лет назад. Местный священник попросил художницу украсить прилегающую к церкви территорию. Раньше она уже занималась реставрационными работами в местном храме. Я не знала, как ее украсить или улучшить и обратилась к творчеству Антони Гауди. Представила элементы мозаики храма святого семейства в Барселоне и попросила друга принести мне плитки. Но не те, что использовал Гауди, а простые, выброшенные кем-нибудь. Поначалу работа проводилась на средства священнослужителя и самой художницы. Потом многие местные предприятия и компании начали отдавать ненужные плитки и другие материалы. Помочь энтузиастам решили и художники из других стран. Они узнали о проекте из социальных сетей. На этом у меня все. Именно так выглядела неделя глазами наших редакторов. Далее новости христианского мира и моя коллега Жанна Мамилова. Спасибо, Инесса. Прошедшая неделя запомнилась следующими новостями. Впервые за всю историю отношений США с мусульманскими странами делегация евангельских христиан из Соединенных Штатов встретилась с президентом Египта Абдул-Фатахом Ассиси, сообщает христианский портал МВиктори. Некоторые полагают, что эта встреча является исторической вехой в отношениях между евангельским движением и крупнейшей арабской страной в мире, в которой около 90% населения является мусульманским. Автор бестселлеров и специалист по Ближнему Востоку Джоэл Розенберг, возглавивший эту делегацию, уверен, что Ассиси является именно тем лидером, в котором США нуждается для войны против исламистского террора. Во время этой встречи Ассиси подчеркнул важность борьбы с исламским терроризмом и защитой религиозных свобод. Египет является страной с богатой библейской историей. Дочь фараона спасла Моисея из реки Нил, это земля Иосифа, израилетян и времен Исхода. Именно эта страна стала убежищем для маленького Иисуса. Египет упоминается в Библии чаще любой другой страны, за исключением Израиля. Вот почему евангельские лидеры верят, что у бога есть особый план для этой нации. Некоторые надеются, что эта встреча является предвестником ветра в перемен на Ближнем Востоке. Делегация также встретилась с евангельскими лидерами Египта, что дало возможность им искренне пообщаться и злить душу. «Пожалуйста, молитесь обо мне», – попросил Ассиси евангельское сообщество. «Молитесь о Египте, потому что сейчас мы вовлечены в борьбу». Евангелисты в Испании решительно выступают против закона о смене пола детьми, который вообще отстраняет родителей от решения вопроса о хирургической и гормональной смене пола их детьми, передает Седмица. Законопроект о смене пола и правах ЛГБТ-сообщества скоро будет голосоваться в парламенте страны. И евангелисты резко ополчились, особенно против того положения законопроекта, который лишает родителей всяких прав и влияния на своих детей. Желающих сменить пол путем гормональной терапии или хирургической операции. Начиная еще с сентября, Ассоциации в Ангельских церквях Испании проводят постоянные встречи с лидерами и членами парламентских политических партий, выражая свою озабоченность тем, что новый закон постигает на свободу слова и права родителей в угоду правам ЛГБТ-сообщества. В своих заявлениях представители Ассоциации подчеркивают, что в нынешнем виде законопроект закрепляет новую гендерную идеологию, согласно которой пол – это не богоданная реальность, а некий человеческий выбор, который может то и дело меняться, то есть трактуется как некая форма жизненного опыта. Христианская Ассоциация также настаивает на том, что закон должен защищать права семьи, ограждать своих детей от учений, насаждающих такие ценности и взгляды, которые не отвечают их собственным религиозным и философским убеждениям. Более 30 соборов, церквей и школ по всей Великобритании примут участие в акции «Красная среда» 22 ноября. В этот день по призыву Международного благотворительного фонда «Помощь церкви в нужде» они включат красную подсветку, чтобы напомнить о подвиге христиан, которые подвергаются гонениям в наши дни, передает Благовость.Инфо. Задача акции – поддержать веру и терпимость в обществе, выразить солидарность с жертвами преследований, сказать «нет» насилию и притеснениям, совершаемым во имя религии. Принять участие в акции могут не только здания, которые будут подсвечены красным, но и отдельные люди. Организаторы просят их надеть в этот день что-то красное. По центру Лондона в этот день будет курсировать красный автобус с девизом «Красной среды» – «Встань за веру и свободу». Планируется, что он будет делать остановки у таких достопримечательностей английской столицы, как Собор Святого Павла, Церковь Святого Мартина в полях, Трафальгарская площадь и Ламбинский дворец. Завершится маршрут около залитого красным светом Вестминстерского аббатства. Несли заявила о намерении отказаться от использования религиозных символов, в том числе крестов, на христианских храмах с упаковок своих продуктов, прежде всего греческих йогуртов, пишет Ньюсру. Крупнейшая в мире компания по производству продуктов, питания и напитков приняла такое решение на фоне скандала с немецкой сетью супермаркетов «Лидл», которая использовала фотографию греческого православного храма на острове Санторини с затертыми крестами на знаменитых синих куполах. Храм «Воскресения Христов» из греческого острова фигурирует на упаковках продуктов из греческой линейки «Лидл», в которую входят мусака, йогурты, несколько видов сыров и фисташки. Компанию обвинили как в использовании религиозной тематики в маркетинговых целях, так и в том, что она уничтожает узнаваемые символы, которые существуют на протяжении веков. В Великобритании православные деятели даже призвали единоверцев отказаться от приобретения продукции с отредактированной упаковкой. Это безнравственно удалять то, что существует в течение двух тысяч лет и является символом того, что Христос умер на кресте за вас, за меня и миллионы людей. Высказался архиепископ Феатирский Великобританский Григорий, подчиняющийся Константинопольскому патриархату. Более ста ученых возобновили поиски Ноева Ковчега на горе Арарат в Турции, сообщает христианский портал Викторий. «Я считаю, что нужна тщательная и серьезная научная работа на месте, и мне приятно в ней участвовать. У нас есть необходимые технические ресурсы, и мы задействуем местных экспертов», рассказал профессор Пол Эспранте из Калифорнии. Вместе с другими исследователями он приехал на трехдневную конференцию в Турции, посвященную предстоящим поискам. Он отметил, что пока рано говорить, что именно ожидается найти, но ученые обещают сообщать обо всех находках. Ноев Ковчег упоминается в иудейских, христианских и мусульманских священных текстах. В Библии рассказывается, что Ной построил огромное судно, чтобы спасти свою семью и все виды земных животных во время Всемирного потопа. Там же описано, что после окончания потопа, который длился более года, Ковчег пристал к горе, известной сегодня как Арарат. Многие историки считают, что Всемирный потоп действительно имел место. Американский ученый Райан и Питмен утверждают, что масштабное наводнение в районе Черного моря произошло пять с половиной тысяч лет назад до нашей эры. Россияне за год перечислили на благотворительность более 120 миллиардов рублей, свидетельствует исследование, проведенное Фондом поддержки и развития филантропии КАФ, передает Благовость.Инфо. За последние 12 месяцев 67% россиян участвовали в благотворительности. Больше половины жителей России совершили денежные пожертвования, сообщили в фонде. Типичная сумма пожертвования в России – 2000 рублей. Исходя из этих данных, можно предположить, что общий объем частных пожертвований в России составил около 127 миллиардов рублей, говорится в исследовании. Кроме того, как отмечают эксперты, каждый пятый россиянин за прошедший год занимался волонтерской деятельностью. Чаще всего это была работа добровольца и в пользу НКО или религиозных организаций. По данным исследования, чаще всего жители страны помогают детям – 58%. На втором месте по популярности – религиозные организации – 30%. На третьем – помощь бедным – 28%. На четвертом – помощь животным – 20%. Наименее интересными направлениями помощи являются научные исследования, защита прав человека и психическое здоровье. На этом у меня все. Смотрите больше новостей на нашем сайте www.defiz.tv.com А я с вами прощаюсь. Хороших выходных!